Всем привет! С вами Ирина. В этом видео хочу показать вам вот эту вот невероятно красивую орхидейку. Она у меня появилась благодаря тому, что мы заказывали, организовывали заказ от поставщика ПОМ из Азии. Растение пришло с механическими повреждениями на листиках. Мы предоставили человеку, который заказывал данное растение фотографии, и человек отказался. Человек отказался мотивировать тем, что за такие деньги он хочет получить растение с целыми листиками, чтобы не было никаких повреждений. У каждого свое понимание, но с другой стороны клиент имеет право, он платит деньги, он имеет право, скажем так, выбора за такую цену растения, потому что растение действительно не из дешевых. Поэтому вот эта растюшка осталась у меня. Я ее когда получила, я поняла, что пусть даже и механические повреждения на листиках есть, но в принципе внешне растение абсолютно нормальное, здоровое. Листьев достаточно много, живые корни у нас присутствуют, плюс был вот такой вот цветоносик. И что хотела, кстати, рассказать вам про это растение. Это растение имеет револьверное цветение. То есть вот сейчас у нас эта растюшка отцветет, вот эти цветочки отцветут. Цветонос мы удалять не будем, так как это растение начнет, продолжит, вернее, свой рост цветоноса и зацветет через некоторое время снова. Вот мы по старому цветоносику можем увидеть, вот есть там один раз цвели, второй, третий, четвертый, то есть по несколько раз цветочки цвели. Вот, так что вот такое вот интересное растение. Листика вы видите, как достаточно много. Вот, это растение у меня уже почти, почти будет, как скоро год. Я его не пересаживала. Я вам объясню, почему я не пересаживала данное растение. Повторюсь еще раз, что это растение не из дешевых. И я не хотела рисковать, я не хотела пробовать. Потому как от этого поставщика приходят растения разные. И адаптацию они проходят достаточно сложно. Хотя от других поставщиков растения, большинство растений, проходят более легкую адаптацию. Вот, поэтому я решила, что я это растение трогать не буду и буду его просто по чуть-чуть поливать. То есть я его не замачивала, как мне сейчас некоторые девочки пишут, что вот мне рекомендовали замачивать там на 5 минут. Я категорически такого не рекомендую. Но это уже мое личное, да. То есть у каждого есть свой опыт. И я не могу сказать, что замачивать растение нельзя категорически. Нет, нет. То есть я даже не хочу об этом говорить. Потому что у каждого свои подходы, у каждого свои методы. Вот я категорически против такого метода. Но это не означает, что этот метод не имеет права на жизнь. Вот я поливаю поверху. Поверху у меня есть опрыскиватель. Я вам показывала в прошлом, подзапрошлом году. Вот и из опрыскивателя я поливаю. То есть так приблизительно, чтобы вы понимали, вот этот размер горшка 1,3. 3,5 размер горшка, извините, оговорилась. Я поливаю где-то так, чтобы приблизительно 3 столовых ложки воды. Мох имеет свойство равномерно распространять влагу. Соответственно, если мы полили растение сверху и смотрим, например, на следующий день или через 2 дня, практически мох как бы сухой. Но тем не менее, эта влага распространяется полностью по всему горшочку равномерно. Соответственно, растению, ну как бы корням растения, влаги абсолютно достаточно. Единственное, там же следующий полив будет зависеть непосредственно от температуры содержания растения. То есть если это квартирные условия, ну нужно учитывать, какая там влажность, насколько у вас там тепло в квартире, или жарко, или растение вблизи батарей. То есть это опять-таки очень много таких разных нюансов. Ну приблизительно там раз в неделю, два раза, раз в неделю или раз в две недели нужно проводить полив. Мы в тепличке проводим полив плюс-минус раз в две, раз в три недели, потому как у нас достаточно высокая влажность. Вот, и мы по чуть-чуть поливаем растения, ну как бы увлажняем их слегка, сам мох. Мы не заливаем их, потому что если будет постоянно мокрый мох или долго мокрый, который долго не просыхает, соответственно, ну как бы корням будет угрожать опасность. Вот, поэтому растюшки нужно поливать во мхе очень осторожно. Если вы смотрели мои видео более давнешние, то я думаю, что очень многие помнят, каким я была сторонником мха. Я все пересаживала из мха, я его, ну никак не могла найти с ним общий язык. И сейчас я вам скажу, что у меня большинство растений растут, ребят, во мхе. И все-таки общий язык мы нашли, вот, потому как те растения, которые посажены в кору, их поливать нужно гораздо чаще. И бывает такое, что в отопительный сезон, когда греют очень сильно батареи на улице морозь, да, то, естественно, батареи же подкручивают, чтобы было теплее. Ну и получается, что в квартире очень жарко, влажность очень низкая, воздух сухой, растение, субстрат просыхает невероятно быстро. Ну и практически каждые 3 дня нужно поливать растения. Когда их много, соответственно, времени мы тратим гораздо больше. Поэтому, честно говоря, скажу вам, если я даже пересаживаю растения, я пересаживаю их в более такой, ну как бы я не забиваю сильно горшок мхом, как это делает поставщик, вот от поставщика приходят растения, они достаточно сильно мхом набитые, просто вот набитые. Вот пробуешь горшок, берешь в руки, и чувствую, что такой вот прям набитый-набитый, такой очень упругий горшочек с мхом. Я, когда пересаживаю, я мох, ну практически, скажем так, можно, если можно так назвать, распушиваю его, и как бы мха у меня идет немножко меньше, вот, больше аэрация воздуха, вот, и растения, не знаю, ну как бы мне это удобно. То есть каждый, опять-таки, подстраивается под себя. Мне так удобнее, мне легче все-таки в тепличке, чтобы растения у меня были посажены во мхе, так как уход за ними гораздо, как оказалось, проще, и поливать их нужно раз, ну как минимум раз в две недели. Вот, растения чувствуют себя абсолютно нормально. Ой, я что-то уже так заговорилась, 7 минут проговорила, очень давно не снимала видео, и такое ощущение, что вот просто хочется в одном видео, ребят, выдать полностью все. на самом деле, действительно, я очень давно не снимала видео, это, ну вот, в марте месяце, как раз-таки будет уже год. Вот, за этот год, я вам хочу сказать, да, очень многие мне там пишут комментарии, вот я такая всякая, я ушла как бы в продажи, я ушла в заказы, вот, вы забросили YouTube, вы не рассказываете про уход, вы не делитесь своим опытом. Ну, то есть очень-очень много разных, как бы, мнений, да, у каждого свое. Вот, ну, ребят, ну, я что хочу вам сказать, да, кто-то прав, кто-то не прав, ну, это как бы ваше мнение, правильно, и как бы ваше видение. Я для себя взяла, скажем так, какой-то тайм-аут, и за это время я поняла, что я набралась достаточно, достаточно опыта, и у меня появилось намного больше знаний. Я не могу сказать, что я знаю все, нет, категорически, я очень многого еще ничего не знаю, то есть еще есть куда развиваться, еще есть чему учиться, учиться, еще раз учиться, вот, но, тем не менее, багаж знаний за плечами уже колоссальный, колоссальный в плане именно орхидей из Азии, по их адаптации, по их пересадках, то есть я уже понимаю и могу вам уже сказать, какой поставщик хороший, какой не очень, у кого какое там хорошее качество, у кого-то немножко качество хромает, то есть я эти все сравнения, ребят, буду вам показывать. Мы вернемся на YouTube обязательно, я вернусь на YouTube обязательно, я буду выделять этому свое время, и если вам будет интересно, то задавайте свои вопросы, что вас интересует непосредственно, и по мере возможности я буду выбирать более-таки актуальные, более популярные вопросы, и по чуть-чуть постепенно снимать опять-таки видео, рассказывать вам, потому что очень много новичков появляется, которые действительно вот хотят красивую орхидею, не такую, как в магазине, и они когда покупают, они тыкаются, мыкаются, не зная, что с ней делать, где-то кто-то сказал, какая-то бабка или кто-то что-то написал, и мы вот быстро это сделали, пересадили, корни обстригли, все, через неделю растение погибает, и куча претензий, вот вы такие-сякие, вот вы мне отправили, то есть человек не понимая того, не понимая того, что он сам нанес растению вред, начинает, ну естественно мы ищем, кто виноват в этой ситуации, то есть мы в большинстве случаев, люди не умеют анализировать свои поступки, то есть то, что они сделали с растением, когда начинаешь уже расспрашивать, задавать вопросы, какие были ваши действия, как вы поливали, как вы пересаживали, во что вы пересаживали, и так далее, что-то подобное, вот тогда вот в этом всём, ну естественно мы находим уже нюансы, да, вот, так что я думаю, чтобы на будущее у большинства не было вот таких различных нюансов, я буду делиться с вами своим опытом, своими знаниями, и я буду очень рада, если вы в комментариях будете также делиться своими, своими знаниями, своим опытом, потому как мой опыт, это лично мой опыт, но я понимаю, что физически я не могу всего, всего, ну осилить, да, как бы все, все прям знания в разных, в разных направлениях, вот, поэтому если вы будете делиться своими, своим опытом в комментариях, возможно где-то вы мне что-то подскажете, я вам скажу, что я благодаря группам, что одной группе, что второй группе, ребят, я действительно очень много беру оттуда, я очень много от вас также учусь, это не то, что я вот самая умная, я все знаю, нет, я действительно, я смотрю, я прочитываю все комментарии, я просматриваю постоянно, то есть, и действительно, очень многие, когда пишут свои какие-то советы, даже очень много интересного можно узнать, и действительно, прочитать чего-то такого, чего даже никогда и не слышал, поэтому я всегда открыта к вашим комментариям, вот, с удовольствием буду читать, и с удовольствием буду снимать видео, рассказывать вам по элементарным уходам за азиатскими растениями, и в частности, по котлеям, потому что действительно, очень много красивых есть на рынке орхидей, котлей, и многие не знают вообще, что это такое, как с этим бороться, и как вообще с ними подружиться, так что, ребят, в последнее время меня котлеи тоже зацепили, я раньше как-то к ним была, можно сказать, немножко даже где-то равнодушной, вот, но в последнее время что-то меня вот заинтересовали котлеи, нравятся они мне, я даже просматривала фотографии, видео с выставок, на которых мы были, и я, ребят, себя словила на мысли, что очень мало фотографий котлей, то есть я фотографировала все, кроме котлей, потому что они меня, на тот момент они меня не цепляли, мне было больше интересно по фаленопсисам, ну, то есть где-нибудь, там дендробиумы, сейчас, ну, как я понимаю, что, да, проходит время, и когда ты понимаешь, что ты в фаленопсисах, как бы, ну, многое о чьё осилил, очень многое уже знаешь, то есть ты, ну, как бы, определенный багаж знаний ты уже получил, и приходит понимание того, что, как бы, ты уже разбираешься, и тебе хочется чего-то большего, и вот я как раз таким к этому дошла, что мне теперь вот интересны морковки, у меня есть несколько морковочек, также про морковки, котосетумы, которые в простонародье морковки, я вам также буду показывать, рассказывать про морковочки, мне тоже безумно интересно, они когда лысеют, такие классные, об этом мы тоже с вами будем обязательно говорить, вот, и про котлейки точно так же, мы будем снимать отдельные видео, я вам покажу интересные сорта, ну, и также мы же собираемся на выставку в Дрезден, в марте месяце посетить выставку, к сожалению, мы сможем выделить всего-навсего один день, потому что у нас немножко планы еще есть другие, и мы готовим вам сюрприз, я пока что не буду озвучивать про этот сюрприз, вот, я уже непосредственно опосля, как только, как только у нас это все получится, то, что мы себе задумали, вот тогда я вам обязательно покажу, и я буду очень рада, когда вы порадуетесь вместе со мной, мы, по сути, едем на эту выставку, для того, чтобы зарядиться вот этим позитивом, ребят, я вам серьезно, я вам не могу просто передать словами, насколько, насколько круто на такой большой масштабной выставке, сколько много растений, сколько там позитива, люди ходят, улыбаются, выбирают эти растюшки, каждый хочет самую лучшую, но это настолько круто, это настолько, ну, просто я вам не могу передать, вот реально едешь туда просто, чтобы получить вот эту невероятную дозу позитива, которую, ну, у нас, у нас нету столько позитива, у нас почему-то очень много негатива, но это уже такое, это совсем другая история, вот, так что, ребят, мы едем на выставку, и, естественно, будем снимать видео, вот, после прошлых видео с выставки, можно сказать, что я после этого, по сути, и перестала снимать видео, и очень многие спрашивали, почему, ну, сейчас я вам могу ответить на этот вопрос, почему я перестала снимать видео, потому что на тот момент, возможно, я была не готова к такой чрезмерной критике, что я там показывала, что я там ходила, и так далее, что-то подобное, это даже не критика, ребят, здесь даже не то, чтобы это была критика, то есть писали очень много негатива, причем писали, ну, даже чуть ли, ну, да не чуть ли, прямыми оскорблениями, какая я вот такая вот, и что я там вообще потеряла, и так далее, что-то подобное, то есть у каждого свое мнение, ребят, но это для меня был реально очень большой опыт, И я пришла к выводу, что не имеет значения чужое мнение. Вот это вот очень важно. Реально очень важно. У кого есть возможность поехать, почему бы не воспользоваться этой возможностью? То есть то, что кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то не нравится моё видео, кому-то не нравится мой голос, да у кого-то просто какая-то личная неприязнь. Но это не повод, чтобы поддаваться вот этому влиянию. Я считаю, что каждый человек в первую очередь должен оставаться человеком. Так что, ребят, видео на выставке будет. Даже несмотря на негатив, который присутствует, всё равно мы поедем, всё равно мы снимем видео. И я очень надеюсь, что большинство из вас порадуется вместе с нами. И мне хочется очень передать максимально вам вот это чувство присутствия на этой выставке. Так что я постараюсь максимально передать вам это и показать. Ну, ребята, я затянула с этим видео. Да, действительно, я давно не снимала видео и очень много разговорилась. Ну что, ребят, мы будем с вами прощаться. Даже не прощаться, а, скорее всего, до новых встреч, потому что мы возобновляем видео на канале. Ну, а пока что до новых встреч. Всем огромное спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok